Самолет-гигант с размахом крыла, превышающим длину футбольного поля, тяжелейший танк всех времен, самый большой плавучий объект на земле и многое другое. С вами Топ Хайп, и в этом выпуске вы увидите самую большую технику в мире, которая вас точно шокирует. Б-12 Когда речь заходит о тяжелом транспорте, люди в первую очередь представляют какие-то громадные строительные машины, но точно не вертолет, а зря. Б-12 это самый тяжелый и грузоподъемный вертолет в мире. Кроме того, это далеко не единственное отличие, которое выделяет его на общем фоне. Двигателем прогресса в этом случае стала холодная война, в разгар которой правительству СССР было необходимо придумать какое-то новое транспортное средство, которому было бы под силу приземлиться там, где мало пространства и нет дорог. Поэтому и было решено разработать вертолет совершенно нового типа. В результате советские конструкторы умудрились поместить в него целых 4 двигателя и шасси на трех опорах. Для большей надежности крылья оснастили специальными подкосами кабина, что не характерно получилось двухэтажная. Верхняя часть предназначена для борт-радиста и штурмана. В нижней располагаются борт-инженера и электрик. Кабина рассчитана на 6 членов экипажа. Совместными усилиями инженеры создали вертолет, который тут же забрал 8 мировых рекордов. У него максимальный среди вертолетов вес за всю историю, который сочетается с рекордной грузоподъемностью. Сам по себе транспорт весит 69 тонн, а носить с собой он может еще с половину. При этом летать В-12 умеет со скоростью 260 км в час на расстояние до 1000 км. Маус. Именно эти четыре буквы характеризуют крупнейший танковый провал Третьего Рейха. Почему? Да потому что это одновременно и самый тяжелый танк в мире и тот, который не смог сделать ни единого выстрела в бою. Он даже в бою не участвовал. Построили всего два танка. В апреле 1945 года при приближении частей Красной Армии к полигону немцами было принято решение уничтожить прототипы ввиду невозможности их эвакуации. Оба танка были взорваны, но значительным разрушением подвергся только один. Габариты машины поражали. 188,9 тонн чистого веса. Для сравнения второй по габаритам танк на тот момент весил около 75 тонн. Пойти на такой шаг руководство Третьего Рейха заоставили обстоятельства. Они были уверены, что Советский Союз развивается крайне быстрыми шагами и им было необходимо создать что-то, что могло бы составить конкуренцию. В итоге появились заказы на гигантские танки, которых назвали довольно иронично. Мышонок. Идея проекта Маус была в том, чтобы сделать полноценную мобильную крепость. Пускай она ехала бы не быстрее, чем 20 км в час, но зато была бы очень крупной и с длинной пушкой. Пока в проект вносили бесконечные изменения, танк становился все тяжелее и дорос до 180 тонн. Двойной самолет. Американцы построили вот такой гигантский двойной самолет, который имел уникальное в своем роде крыло. В длину он может показаться не столь величественным, всего 73 метра, но это не главная его фишка. Агрегат весит более 225 тонн, а также имеет единственное, но невероятно длинное крыло размером в 117 метров. При этом, так как перед нами не танк, а самолет, со скоростью у него проблем нет даже при таких габаритах. Его максимальная скорость равна 853 км в час, однако. Во время первого полета его разогнали лишь до 300 км в час и подняли на высоту 5 км. Для чего вообще делать настолько крупный самолет, спросит любой адекватный человек. Разумеется, не для перевозок пассажиров, а для транспортировки грузов. Такая конструкция позволяет перевозить немыслимые по своим габаритам вещи, равные весу самого самолета, то есть около 230 тонн. Но, как оказалось, позже это была лишь официальная, общая версия, по которой транспорт собственно и создавался. На самом же деле его придумали и для другой, более секретной миссии. Самолет с длинным крылом должен был выводить на орбиту крылатую ракету-носитель Pegasus XL. В итоге проект был осуществлен с использованием другого, более дешевого самолета. Этот рекордсмен был отправлен на покой, хоть он и навсегда осел в памяти людей со всего мира. Airbus A380 Что можно сказать о самолете, на производство которого было выделено почти полмиллиарда долларов? Он либо гигантский, либо какой-то космический внутри. Либо это и то и другое. Так и есть в случае с Airbus A380. Данный самолет считается самым большим пассажирским самолетом в мире, как по размерам, так и по весовым характеристикам. Его вместимость 525 пассажиров в салоне трех классов. Или 853 пассажира в одноклассной конфигурации. Длина самолета 73 метра, а размах крыльев целых 79 метров. Масса же составляет 280 тонн. Каждый Airbus A380 состоит из 6,5 миллионов различных деталей и компонентов, которые производят полторы тысячи компаний в 30 странах мира. Этот двухпалубный самолет оснащен четырьмя двигателями и способен перевозить пассажиров на расстояние более 15 тысяч километров со скоростью 900 километров в час. Однако то, как он выглядит снаружи, это лишь малая часть всей роскоши самолета. Для полного погружения будет необходимо заглянуть внутрь, а именно в салон первого класса. Тот уровень и сервис, который он предлагает, приравнивается к пятизвездочному отелю, ведь там для каждого пассажира предусмотрено свое индивидуальное купе, в котором есть все необходимое. Телевизор, мини-бар, розетки, сенсорные экраны, а также кресло, которое раскладывается на 380 градусов для комфортного сна. К сожалению, такое чудо техники уже не производят, ввиду гигантских затрат. В то время как одни люди налаживают мосты с коллегами при помощи перелетов в другие страны, другие занимаются возведением мостов в прямом смысле. Мне хотелось бы рассказать вам об одной чудо технике, которая пользуется спросом в Китае. Речь идет о мосту-укладчике под названием SLJ-932. Сделали его для того, чтобы построить мосты по дороге в Монголию из Пекина длиной в 1700 километров. Мосты на этой дороге должны иметь длинные пролеты, а сроки были ограничены. Обычной техникой с этим было бы не справиться, поэтому этот невероятный строитель и появился на свет. Гигант более 90 метров в длину, 9 в высоту и почти 7,5 в ширину. По сути, он представляет собой большой козловой кран с двумя тягачами на своих концах. Скользящие балки держат под собой бетонные пролеты и при надвижении подстраховывают друг друга. Масса этого наводящего своими размерами страх монстра составляет почти 600 тонн. При этом возможности машины куда больше ее собственного веса. Она умеет работать с блоками весом по 1000 тонн. Всего у транспорта 4 отдельных сегмента по 16 колес, которые умеют крутиться для более устойчивого положения. Передвигается своим ходом он со скоростью 8 километров в час без груза, а с грузом со скоростью 5 километров в час. Это может прозвучать странно, но это достаточно маневренная машина, особенно по сравнению со многими другими тяжеловесыми строителями. SLJ-932 подвозит новую секцию на ранее смонтированную, медленно перемещает свои опоры к следующей опорной платформе, затем толкает секцию по направлению возведения моста и опускает ее на проектное место. Знаете, после того, как ты представляешь объем работы, выполняемый этим строителем мостов, даже трудно представить, как люди справлялись бы без его помощи. Это выглядит просто невозможным. Гусеничный транспортер НАСА Франс и Ханс. Эти имена вам о чем-нибудь говорят? Если вы увлекаетесь космосом, то определенно должны были о них слышать или хотя бы где-нибудь видеть. По сути, это два брата-близнеца, которые являются огромными гусеничными транспортерами НАСА. Созданы они были для транспортировки сначала Сатурнов-5, а потом и Шаттлов. Один такой гусеничный транспортер весит более 2500 тонн и состоит из платформы на четырех тележках, каждая из которых снабжена двумя гусеницами. Специальная гидравлическая система с высокой точностью удерживает платформу в горизонтальном положении и позволяет ей передвигаться спокойно и ровно. Хотите удивиться от размеров этой штуковины еще больше? Она расходует 400 литров топлива на километр. Радует лишь то, что катается штуковина не на такие длинные расстояния. Обычно не более 6 километров. Зато потребуется и на все про все по меньшей мере 5 часов. Биг маски. А теперь пришло время еще более тяжелой артиллерии. На сей раз это шагающий эскаватор весом 13 с половиной тысяч тонн. Задача по постройке которого появилась еще в 1960-х. Два года ушло только на чертежи. После их утверждения сборка забрала еще около двух лет. Из-за размеров и расположения шахты, для которой он собирался, Биг маски строили прямо на месте. На специально сконструированном для этого железобетонном фундаменте. Учитывая все затраты. Как позже сообщила компания, у них ушло более 25 миллионов долларов, чтобы реализовать эту идею. Без этой махины я уже сказал. Он просто поражает. Но меня не меньше удивил его ковш объемом в 325 тонн. С его помощью можно копать на глубину до 56 метров. Вы вообще-то представляете? Весота итогового экскаватора стала равна чуть меньше, чем 70 метрам. Его ширина была 46,2 метра. А длина стрелы устремилась к 150. Весил пустой ковш 230 тонн. Диаметр троса, держащего стрелу, составлял 127 миллиметров. Впитался этот монстр электроэнергии и потреблял 13 800 вольт. Что интересно, это чудо техники могло ходить. Вот только дело, но это совсем не быстро. Тем не менее, имеющейся скорости ходьбы Биг Маски хватило бы для того, чтобы за время работы успеть вырыть 608 миллионов кубометров земли и добыть свыше 20 миллионов тонн угля. Местным эта штуковина так понравилась, что когда поступил указ демонтировать этот экскаватор, многие всерьез уговаривали оставить его таким, какой он есть в качестве памятника. Беггер 288 А вот еще один экскаватор, ставший живой легендой. Этот роторный монстр является крупнейшей самоходной установкой в мире на данный момент. Построили его в 1978 году в единственном и неповторимом экземпляре. 240-метровый исполин имеет вес 13 500 тонн, а в высоту достигает 96 метров. Беггер 288 оснащен 18 ковшами. Это позволяет машине добывать большие объемы земли и горной породы ежедневно без каких-либо проблем. По некоторым данным, чтобы перевозить добытые материалы, каждый день отгружается порядка 2500 вагонов. Прилют FLNG Но не только рабочие машины могут удивлять своими габаритами. Уверен, я не один такой человек, которому становится не по себе при виде этих гигантских морских кораблей, на которых перевозят ценный груз через мировой океан. Так вот, если вам, как и мне, страшно от одного вида простого классического корабля, то вы от этого просто обалдеете. Перед вами Прилют FLNG. Самый крупный плавучий газовый перерабатывающий завод, разработанный и построенный компанией Shell. Его длина составляет около 488 метров, что делает его самым длинным судном в мире. Проект способен обрабатывать и перерабатывать около 3,5 миллионов тонн природного газа в год. Надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok